друзья всем большой привет и тебе мой друг да да именно тебе ведь и сегодня первый день на моем канале я уверен что после этого видео нас станет как минимум на одного человека больше и мы будем дружить друзья сегодня хочу приготовить кролика в сметане готовить его буду в афганском казане но это будет и просто сметана это будет очень известный соус подходим чуть поближе я покажу что это буду использовать здесь у меня кролик общим весом 2 килограмма чтобы не терять ни ваше не мое время я уже разобрал его на порциональные кусочки перед тем как он попался на поднос я его замачивал полчаса солевом растворе солевой раствор состоял из полтора литра воды и 2 чайных ложки соли молоко 3 2 процента мука сметана 30 процентов довольно таки много лука вы потом поймете почему куркума черный перец соль горчица и грецкие орехи перед тем как мы отправим нашего кролика в афганский казан мы его поначалу обжарить для этого сделаем панировку для нашего кролика для этого берем муку думаю вот так бы достаточно черный перец соль перец это все по вкусу соль и немного куркумы для цвета жаркие нашего кролика я думаю что вот так будет достаточно чуть больше высохла чем надо и сейчас тщательно это все перемешиваю и теперь обволакиваем нашего кролика нашей панировки и отлаживаем сторону такую самую процедуру друзья делаем со всеми остальными кусочками вот что у меня получилось переставим сковороду на плиту наливаем растительное масло и обязательно добавляем сливочное масло ждем чтобы все накалилось растаяло и будем забрасывать нашего кролика обжаривать я буду в два этапа потому что за один раз просто меня наш кролик не влезет и обжариваем с одной и с другой стороны вот как первая партия и как раз осталось еще на вторую партию первая партия готова я обжарил буквально три-четыре минуты я думаю что видно какой цвет это без след дала куркума кожи аппетитный получается свет у нашего кролика на своем первую партию и за ней след отправляем вторую вторую партию вторая партия готова и какой получается цвет из-за приправы куркумы аппетитный что уже хочется кушать но только сверху и снизу то есть впереди у нас кролик еще сырой достаем снимаем его свинцы споласкиваем сковороду и ворачиваем опять на огонь наливаем немного красительного масла ждем чтобы масло калилась и отправляем ровно половину нашего лука вот так будет достаточно и половину отставляем в сторону потом увидите зачем это сделал и обжариваем лук я обжарил до золотистой корочки и сейчас аккуратненько прикладываем его в отдельную посуду и теперь займемся нашим соусом для этого берем сметану как я уже ранее говорил 30 процентов жирности всего вместе 200 грамм отправляем ее в пиалку скажем так стакан чуть меньше стакана молока тщательно перемешиваем и пол стакана теплой воды и сейчас тщательно все перемешиваем вот что у меня получилось за кадром и добавил еще пол стакана воды и скажем пол чайной ложки соли теперь мы добавляем еще скажем чайную ложку горчицы уже чуть больше еще раз тщательно перемешиваем и производим закладку нашего кролика казан на дно казана друзья мы делаем из лука вот зачем нужен мне был еще лук хорошенько разравниваем сейчас сверху можем слой грецких орехов тоже равномерно это все распределяем одни казана вот что у меня уже получается теперь равномерно разлаживаем нашего кролика вот что должно получиться это еще не все теперь ровный слой нашего жареного лука тоже стараемся это все равномерно распределить сверху распределить сверху разравниваем вот так и теперь заливаем это все нашим молочно-сметановым горчичным соусом этого будет достаточно еще на жидкость лук сейчас это закрываем и ставим на плиту с момента закипания засекаем 45 минут наш кролик готов проверяем все клапана чтобы они работали и отправляем на плиту с момента срабатывания клапана прошло 45 минут стравливаем остаточное давление и будем смотреть что у нас получилось настаёт долгожданный момент все давление мы стравили давайте посмотрим что у нас получилось а получилась здесь вот такая красота и достали кусочек чтобы было видно что кролик развалился полностью мясо отпадает полностью полностью отходит кости и апартин друзья это просто не передать друзья если мы видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите свои комментарии и до новых встреч на канале всем пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok